Мы черпаем вдохновение у природы и направляем его на защиту окружающей среды. Здание Всемирного фонда дикой природы – это новый росток экологического строительства в России. Это первый по-настоящему зеленый офис в центре Москвы. Форма здания – пример оптимального соотношения площади ограждающих конструкций к отапливаемому объему. Это позволяет уменьшить тепловые потери через ограждающие конструкции. За счет применения высокоэффективных теплоизоляционных материалов необходимой толщины, здание, подобно термосу, удерживает заключенное в нем тепло. Окна размещаются по принципу минимальных тепловых потерь при максимально возможной освещенности внутреннего пространства естественным светом. Поэтому окна есть на всех фасадах, кроме северного. На солнечных сторонах здания размеры окон получены по результатам светотехнических расчетов. Для повышения эстетики здания используется декоративный экран с облицовкой из древесинных хвойных пород, которая сертифицирована и получена без ущерба для окружающей среды. Зеленая кровля повышает комфорт, позволяет снизить поступление избыточного тепла в летний период и снизить выбросы СО2. В результате каждое архитектурное решение здания имеет не только эстетическую, но и экологическую функцию. Зеленые здания подобны дереву. Инновационные высокоэффективные технологии позволяют эко-дому максимально использовать альтернативные источники энергии и таким образом значительно сократить потребление ресурсов от городских коммуникаций. В проекте обеспечен экономичный расход воды. Вода, собранная из ливневого стока, а также от умывальников, душевых, проходит специальную очистку. Далее эта вода идет на технические нужды, смыв унитазов и полив газонов. Таким образом, расход питьевой воды из городской сети уменьшается. Солнечные коллекторы на кровле предназначены для нагрева воды. Энергия Солнца аккумулируется коллекторами и вода нагревается до необходимой температуры. Это позволяет в летний период полностью обеспечить потребности здания в горячей воде, а в межсезонье значительно сократить ее потребление из городских сетей. Для нагрева или охлаждения поступающего воздуха предусматриваются геотермальные системы, использующие энергию Земли. Зимой воздух забирается с улицы и проходит через систему подземных воздуховодов, выполняющих функцию предварительного нагрева. Затем воздух пропускается через теплообменник, соединенный с контуром энергетических свай. Нагретый таким образом воздух поступает в секцию рекуператора, где температура повышается до требуемого комфортного значения. В летний период эти же системы используются для охлаждения поступающего воздуха. Таким образом обеспечивается поддержание постоянной комфортной температуры и снижение затрат на обогрев помещений. Использование экологичных технологий ведет к созданию комфортных условий для работы и, как следствие, к повышению эффективности сотрудников. При проектировании интерьеров использован метод расчета освещенности помещений и рабочих мест. Обеспечено максимально возможное поступление в интерьер естественного света. При смене внешнего освещения плавно включаются энергосберегающие светильники. Таким образом в помещениях создано равномерное и экономичное освещение. Также для управления освещением используются датчики присутствия. Они регулируют освещенность в зависимости от наличия людей на рабочих местах и в помещениях общего пользования. Это не только создает дополнительный комфорт, но и позволяет сократить расход электроэнергии. Все инженерные системы здания сведены в единую интеллектуальную систему управления. Эта система контролирует работу всех технологий и следит за оптимальным расходованием ресурсов. Здание само меняется вместе с изменениями окружающей среды и следит за тем, чтобы люди в нем чувствовали себя комфортно. Строительство зеленого офиса в Москве зароняет зерно любви и бережного отношения к природе в самом сердце нашей страны. Эко-дом Всемирного фонда дикой природы – наш первый шаг, пример для всей России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова